Мои коллеги Кариной, которые будут помогать раздавать ароматы, когда я буду о соответствующих кейсах рассказывать, очень часто ходим на встречи к разным известным банкам. И эти разные известные банки не просят нас помочь им увеличить продажи, а как раз подтверждают этот тезис, который Наталья затронула. Российские банки сталкиваются с тем, что население наше привыкло воспринимать банки как что-то очень страшное. Визит куда похож на визит чуть ли не в средственный изолятор, они очень его боятся. И поэтому главный мотив обращения к нам, это как сделать так, чтобы визит в банк был сродни визиту в кафе, и не вызывал такой стресс, не вызывал столько тревожности. И чтобы проиллюстрировать, как работает обоняние, как работают ароматы, я расскажу про такой эксперимент, который мы вместе с Телеканомом Россия, вместе осуществили. Вот эти три девушки нам помогали. Каждую из них мы намазали разными ароматами. Одну, вот эту вот, мы ей позволили купить любимые французские духи в магазине. Вот этой девушке мы сказали сходить в спортзал и запретили потом принимать душ. А вот эту девушку, она работает поваром, мы отправили на кухню, и одежду ее пропахло жареной курицей. После этого мы мужчину, который участвовал в этом эксперименте, попросили выбрать по запаху, с кем из них он пойдет на свидание. И по очереди каждый из них выбывал. Как вы думаете, кто первый выбывал? Курица? Пол. Абсолютно правильно. Первый выбывал курица. И, к слову, мне кажется, самое симпатичное. Выбывал вторая, потому что запах девушки после спортзала не вызывал в нем никаких романтических настроений. И абсолютно ожидаемо, для меня, во всяком случае, и даже за этим и нужны французские духи приятные. Абсолютно ожидаемо мужчина выбрал девушку, которая пахла французскими духами. Этот эксперимент иллюстрирует, как аромат участвует в том, как мы выбираем, как он формирует наш выбор. Может, его просто дома хорошо кормят, и он сытый был. Ну, можно долго сейчас говорить о том, почему. Второй эксперимент, который мы проводили в рамках этого же сюжета, в рамках этого же фильма, заключался в том, что детям, разным детям, маленьким, завязали глаза и увели их в отдельную комнату от мам. И потом по очереди их к родным мамам заводили в эту комнату и просили по запаху выбрать свою. Ну, нетрудно догадаться, что каждый ребенок безошибочно нашел свою маму по запаху. Этот эксперимент иллюстрирует то, что аромат является инструментом идентификации в окружающем мире того, что нам близко. И то, что имеет для нас значение весомое. Но какое отношение это имеет к банкам? И вот на одной из встреч, куда мы ходили с Кариной, в один очень известный московский банк красного цвета, где в кабинете вице-президента я услышал, что банки бывают двух типов. Одни банки с нехорошей приставкой банки, а вторые банки хорошие банки. И вот отвечая на вопрос, чем же пахнет хороший банк, мы можем посмотреть на... Я не про все имею право в России говорить, но вот есть очень известный, крупнейший в России банк зеленого цвета. Каждый из вас, я думаю, может догадаться, что это за банк. И сейчас Леонора, моя помощница, раздавит ему специальные бумажки, они называются Блоктеры, на которых нанесен аромат, который сейчас вошел в грунтбук этого банка. И пока она... пока мои коллеги раздают этот аромат, немножко расскажу, как он создавался. И этот банк даже провел специальное исследование, которое изучило, каким образом этот аромат транслирует ключевые ценности, идеологию банка. И решает те задачи, которые перед банком стоят. Основная задача любого банка, как я уже сказал, российского, это все-таки снять ту напряженность, очень сильно, снять ту напряженность, которая неизбежно возникает у наших людей при мысли о том, что нужно иметь какое-то общение, какой-то контакт с банком, кредит там взять, заботить за что-то. А вторая очень важная задача, которую этот аромат решает, он по одному из каналов сенсорного восприятия, по одному из репрезентативных каналов через обоняние транслирует саму суть бренда. То есть суть бренда этого банка — это весеннее настроение, весна. Если кто-то имел к нему отношение, наверняка знаете. И поэтому, когда этот аромат создавался, ключевые ноты, которые в нем присутствуют, это ноты как раз весны, цветов, вещений, соцветий. И ключевой месседж, как сейчас модно говорить, — это дружелюбие. Он всегда находится рядом, дружелюбный, гостеприимный и никакого отношения к тревожности не имеющий. И, опять же, продолжая тему, визит в банк всегда фактор повышенного стресса. Немножко расскажу про опыт ПТП банка в Венгрии, где основная задача была, как снизить клиентский негатив от длительного ожидания. Люди очень много времени проводили в очередях, особенно в перерыв, как это называется, когда обеденный перерыв, очень много людей скапливалось в отделениях банка, и от этого по результатам опросов стало понятно, очень много негатива возникает. И ПТП банк обратилась к нам с этим запросом, и мы использовали следующий аромат. Он очень сильно отличается от того, который бы использовали мы в России, потому что очень сильно меняется предпочтение в зависимости от ментальности, в зависимости от территории, от ассоциаций. И это аромат свежей чистоты, который неоднократно был доказан в различных исследованиях. Я вас исследованием сейчас грузить не буду, если интересно будет, потом можете ко мне подойти, я ссылки пришлю. Так вот, присутствие в отделениях специальных ароматов, в частности вот этого аромата свежей чистоты, снимает напряженность, и субъективно время, проведенное фактически, оценивается людьми, которые там находятся, как менее продолжительное. Поэтому стоя в очередях 20 минут, им кажется, стоит 15. Это один из эффектов, которые можно добиться с помощью аромата. И говоря о... Говоря о ментальности, я не могу не сказать о том, что то же самое дружелюбие, то же самое радушие в разных странах выглядит совершенно по-разному. Вот, например, следующий известный банк HSBC, в Саудовской Аравии, правда. Также разработал свой фирменный аромат бренда, как Либербанк Унат. Ой. Как зеленый банк Унат. Как зеленый банк Унат. И этот аромат, сейчас Леонор вам раздас, он для нас с вами вряд ли будет ароматом радушия или ароматом гостеприимства, но в Саудовской Аравии этот достаточно сильный и крепкий, терпкий запах является синонимом гостеприимства, дружелюбия и радушия. И поэтому он стал сигнейш-сент фирменным ароматом HCBC банка. Да, это аромат Жасмина, как вы можете понять. Исходя из самого определения, что такое баняние, что оно очень тесно связано с эмоциями, с инстинктами, с поведениями, понятно, что аромат – это очень сильный эмоциональный якорь, один из самых сильных эмоциональных якорей из тех, которые существуют. И если использовать этот эмоциональный якорь в разных точках контакта, то можно добиться выдающихся результатов. И я могу бы рассказать огромное количество рекламных кампаний, которые мы провели, но расскажу всего про несколько. Сейчас технологии развиваются так быстро, что аромат можно добавить, ну, во-первых, разработать абсолютно любое, начиная от аромата хлеба, заканчивая от аромат орков для премьеры фильма «Властелин колец». И эти ароматы можно добавить в помещение с помощью специальной технологии ароматизации. Эти ароматы можно добавить, как показано на этой картинке, в остановке, когда специальное оборудование встраивается, в лайкбоксы и наполняет пространство вокруг тем же самым ароматом, который аудитория может слышать, находясь в отделениях, банках или банка, или в любых других точках продаж. Аромат можно добавить даже на пластиковые карты, когда этот аромат заключается в специальные гранулы желатиновые. Например, да. Абсолютно любой аромат можно заключить в желатиновые гранулы, очень маленькие. Эти гранулы добавляются в лак, лаком покрываются пластиковые карты, и таким образом карта банка становится еще одной точкой контакта. Она и так является точкой контакта. Там появляется эмоция, потому что пластиковая карта несет в себе тот же самый аромат и ту же самую эмоцию, которую человек испытал в отделении банка. Если он проходил мимо остановки, которая рекламирует этот банк, при этом с этой остановкой он опять испытал эту эмоцию, услышал этот запах, получил карту. Опять тот же самый запах. И на все, что сделано из пластика, также можно добавить аромат. Поэтому любой подарок, любой сувенир, даже флешка, может содержать в себе эту эмоцию, которую банк хочет вызвать, которую банк хочет транслировать у своей аудитории. И, само собой, эти гранулы можно добавить даже на полиграфическую продукцию, бумажную, на все рекламные материалы, которые из бумаги сделаны. Таким образом, даже щита могут содержать в себе эти самые эмоции. Буклеты рекламные. То есть, если добавить аромат в каждую источник контакта, то эффективность этой пресловутой маркетинговой коммуникации, она возрастает на порядке, потому что вы не делаете то же самое, что делают все. Вы делаете то, что работает абсолютно точно не с интеллектом, не с какими-то аналитическими способностями человека, а напрямую с его эмоциями и с подсознанием. Вот, а сейчас, чтобы проиллюстрировать, в принципе, на что способен аромат, и как его воспринимает наш мозг, Леонор надо даст еще одну серию бумажек с ароматом, и на них вы можете услышать аромат ландыша. И если вы будете на этот момент смотреть на вот эту картинку, поле с ландышем или букет ландышей, вы можете более полно представить этот букет, у вас в голове формируется уже образ букета ландышей. У всех есть, но важно, чтобы у всех было. У всех есть, а? Ландыш? Да. Но вот сейчас, если вы не будете убирать от носа этот аромат, и посмотрите на грушу, вы сможете услышать запах груши с той же самой бумажки. Да, это груша! Это уже ландыш! Дело в том, что в этом аромате содержатся эноты ландыша, эноты груши, и в зависимости от того, какая картинка перед вами, что вы видите, наш мозг формирует тот долейной образ в совокупности. Ну вот ландыш не проходит, да. Ландыш не проходит, да. Женщины, которые пользуются специальный ландыш, знают, что ландыш по-другому. Ну, идея вот этого мозга такого в том, чтобы пореалистировать, как с помощью аромата можно вызывать совершенно различные реакции, особенно когда тот или иной аромат привязан к остальным компонентам нашего восприятия, к совету, к звукам и так далее. У меня все. Я не буду отнимать у вас много времени, потому что я устал, и вы устали. Большое вам спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Вопрос можно? Конечно. Аромат кофе, вот какие эмоции вызывает? Подожди, сейчас ландышу. Считается, что аромат кофе вызывает... Что аромат кофе бодрит, что аромат кофе вызывает приятные эмоции. На самом деле у всех разное. И аромат кофе очень сложный, потому что для людей в разных странах этот аромат выглядит и звучит совершенно по-разному. Ну, например. Нет, вот для России. Ну, как правило, позитивные эмоции. Как правило, позитивные. Но он не относится к тому, чтобы взбодрить. Он не относится к тому, чтобы, да, картонизировать. А как вы подбираете вообще аромат? Вот к тому или иному проекту? Если честно, тут очень мало творчества. Это больше математика. Потому что наш парфюмер, Кристоф, у него, если упростить сильно, есть таблица эксайдерская с тысячами компонентов. И есть понимание, как тот или иной компонент воздействует на наши с вами ассоциации. И если говорить ближе к делу, к банкам, то вот как должен звучать в аромате хороший банк? С чем ассоциируется? Надежность, стабильность, дружелюбие. Откуда вы это взяли? А? Там, ну что, надежность ассоциируется именно... Ну, это очень просто. Передо мной был спикер Наталья. Она рассказывала про последние... Ну, про возможности нейробиологии и нейромаркетинга последние. И сейчас заподлинно известно, с чем ассоциируется. В разных странах мира причем. Потому что в разных странах мира эти данные разные. С чем ассоциируется надежность? Надежность всегда ассоциируется с предметами какими-то твердыми, с теми, чем мы... С предметами, с которыми мы имели дело очень долго. Ну, с деревом, с камнем. То есть... С деревом, с камнем, как правило. Поэтому, если нужно создать ассоцию с надежностью, то там всегда важны присутствовать ароматы либо дерева, красного, белого, неважно. Либо железно-каменные ноты. Вот есть аромат африканского янтаря. Есть аромат железа. Они очень специфические, но создают ощущение вот такого стабильности и надежности. Если добавить, например, цитрусовые ароматы, то добавится такая ассоция с динамичностью, с тем, что что-то постоянно происходит, будет немножко возбуждать. И таким образом формируется композиция, которая способна транслировать очень широкий спектр задач и очень широкий спектр сообщений выдавать через обоняние, минуя слова. В России хотелось бы гораздо больше, но их уже сейчас больше, 500. Мы не всегда успеваем справляться с тем, что есть. У вас конкуренты у нас уже есть. Может, компания 5 работает сейчас на рынке. Мы работаем по всему миру. С этими странами сейчас, если не ошибаюсь. И практически все крупнейшие банки по миру уже являются нашими клиентами. А сколько стоит разработать вот такой запов для банков? Это стоит совсем недорого, но, чтобы вы понимали, сама разработка включает в себя анализ. Вот как вы приходите к премингу в агентство и говорите, я хочу логотип разработать, разработайте мне логотип как часть моей айдентики. Также мы к этому относимся. Мы разрабатываем аромалоготип как часть айдентики бренда. Это стоит около 10 тысяч евро, в зависимости от сложности разработки. Но потом эту формулу необходимо применять. Ну где это? Вы получаете просто формулу. И на основе этой формулы можно создать специальную жидкость для ароматизации пространств. На основе этой формулы можно создать специальные гранулы, с помощью которых выводите карты пластиковые ароматизировать, и они будут нести этот аромат. Можно создать сувениры, можно тупо сделать линию парфюмерии, как один банк российский заказал у нас линию парфюмерии с уникальным ароматом, который бы они потом дарили своим клиентам. А если у человека, какие-то на трогу, например, и у него это какие-то негативные может ассоциации... Это так же, как цвет. Вас били в детстве в красной комнате. Вам будет не нравиться красный цвет, тем не менее, он присутствует в нашем мире. И современная технология, тема современная, что они научились справляться с нежелательными последствиями. В частности, то, с чем мы работаем, обеспечивает размер частицы, ароматы меньше, чем микрон во много-много-много раз. Поэтому частицы не могут скопиться в той концентрации, которая бы превышала порог возникновения аллергии. Или же остановилась опасно для любого живого существа. Коллеги, у нас есть небольшое объявление. Спасибо большое. Спасибо. Да, учитывая, что все уже устали, объявление позднее. Смотрите, у нас осталось две секции. Одна секция по править Бармкангл.